Добрый день. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня о Владимире Ильине, как раз в 15-м году будет 125 лет со дня рождения. Да, как раз в августе исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Ильина, который менее известен, чем его однофамилец Иван Ильин. Хотя, когда его спрашивали, Иван Ильин не родственник ваш, он отвечал не родственник и даже не однофамилец, потому что не очень долюбливал Ивана Ильина, которого в принципе в среде вот парижской религиозно-философской эмиграции круга РСХД не очень любили за его жесткость, за его германофильство. Владимир Ильин фигура особая в истории русской философии, во-первых, потому что она не очень нам известна. Архив его передан в библиотеку фонд русского зарубежья после смерти вдовы Веры Николаевны Ильиной, но архив не обработан, не описан, вернее, наверное, описан, но по большей своей части не издан. То есть у Ильина есть очень много книг, которые просто он писал в стол. Это и история музыки, это и история средневековой философии. И вообще современники отмечали энциклопедический характер его познаний. Вот Николай Михайлович Осоргин, профессор литургики Сергиевского подворья, который постоянно с ним выезжал на летние лагеря РСХД, говорил мне, что он мог быть десять раз профессором и десять раз доктором, потому что человека более универсальных познаний он не встречал. Но эта универсальность иногда и поражала, и подавляла. То есть он мог час, например, говорить о пауках, потом переключаться и час говорить о истории какого-нибудь средневекового монастыря или какой-нибудь философской системы. Вот, то есть действительно фантастическая эрудиция и, как говорил Николай Михайлович, ум за разум зашел. То есть человек, который мог писать буквально о чем угодно, вот, и это, в общем, раздражало его современников, он не умел выстраивать отношения, портил эти отношения. Знаменитая его ссора с Бердяевым в 35-м году, когда после судьбы человека в современном мире Бердяевской Ильин под псевдонимом Сазанович, кажется, своего дяди, написал статью в газете Возрождения, в которой упрекнул Бердяева в том, что его соблазнил кучер. Вот, ну, соблазнил кучер в смысле Бердяев резко полевел, резко переметнулся, что называется, на сторону социалистов и революционеров. Хотя, в общем-то, это полевение Бердяева, оно было связано с тем, что между двух зол, фашизм и коммунизм, Бердяев выбирал, как ему казалось, меньшее. То есть он с большей симпатией стал относиться к тем преобразованиям, которые происходят в Советской России. Вот, и это не простил ему Владимир Ильин, который буквально высек его в своей газетной рецензии. Вот, в то время, как он был вхож в дом Бердяева в Каламаре, его публиковали в бердяевском журнале «Путь». Вот, ну, и вот эта история, этот инцидент отрезал Ильина от Бердяева, о чем Бердяев сам с грустью вспоминает в своем самопознании. О том, что очень тяжелым уроком для него была вот эта ситуация с Ильиной. Вообще, для русской эмиграции 30-х годов в Париже, такого своего рода духовного Галлиполя, было не очень модно придерживаться правых и монархических взглядов. То есть, в общем-то, это были интеллектуалы, которые в России были связаны с освободительным движением, были легальными марксистами в молодости. Затем участвовали в той или иной форме в Первой русской революции, как Бердяев и Булгаков издавали вопросы жизни. Были причастны к кадетской партии, как Евгений Николаевич Трубецкой. Поэтому такой жестоковыйный монархизм и правизна воспринимались в этой среде как идеологии дурного вкуса. И в этом смысле показателен уход из Сергиевского института двух профессоров, Владимира Ильина и Георгия Федотова. Один был слишком правый, другой был слишком левый и поддерживал пассионарию, поддерживал испанских революционеров, что рассматривалось как привнесение политики в нашу религиозно-богословскую, скажем так, жизнь. Поэтому и Федотов, и Ильин были подвергнуты такому мягкому астракизму, что не могло не сказаться на психике и, может быть, и на поведении Владимира Ильина, который стал испытывать острую симпатию к национал-социализму. В 1941 году оказался в Германии, получил стипендию нацистской Германии, печатался там в русскоязычной прессе, публиковал антисемитские статьи, что опять-таки усугубило отношение к нему со стороны парижских эмигрантов. После того, как он вернулся в Париж, с ним буквально никто не хотел общаться. То есть вот такая непростая фигура, то есть с одной стороны, это человек круга Вестника РХД, это человек круга Бердяевского пути, это человек круга Сергиевского института, с другой стороны, он стал чем-то вроде изгоя для парижской интеллектуальной среды русскоязычной, и до конца жизни не был этой средой вновь ассимилирован. Зарабатывал разумными публикациями в журнале «Возрождение», в других периодических изданиях, с трудом печатал свои книги, то есть имка, в общем, не очень шла на публикацию новых книг Владимира Ильина. Но, тем не менее, эта фигура весьма интересная. Скоро в ежегоднике «Дома русского зарубежья» выйдет его автобиографическая повесть «Пережитое», другое название, концлагерь на воле, где он в таких достаточно ярких красках рассказывает историю своей жизни, историю моих бедствий, как он называл свою жизнь вслед за Абеляром. По всей видимости, это связано и с трагическими событиями в детстве. Самоубийство отца, дяди, мать, которая вышла замуж вторым браком, а потом изменила своему мужу и ушла к любовнику. Вот пророчество старца Иоанна Кронштадтского, которому мать вместе с сыном приехала в Кронштадт, и старец сказал ей, ты должна изменить свое поведение, иначе ты и твой сын будут несчастен. То есть вот сам Владимир Ильин знал эту историю. Ну и, в общем-то, очень яркий и пассионарный темперамент самого Владимира Ильина, который не хотел жить по шаблону и действовать по шаблону, был очень влюбчив. Купил на гонорар от книги «Все ночное бдение» клетчатые брюки для того, чтобы ходить на танцы. И в шутку студенты называли эти брюки всеночными брюками. Танцевал чечетку в доме на Сергиевском подворье, а живший под ним митрополит Хевлогий считал, что Ильин кладет земные поклоны. И в своей проповеди на следующий день говорил, что иногда мы почем зря обвиняем человека, а он оказывается втайне особо набожен и всю ночь молится. То есть вот такие забавные истории, которые наряду и с какими-то трагическими эпизодами в его жизни создают портрет философа, попавшего в такую чуждую ему среду, оторванного от родины, выброшенного в эмигрантский мешок, где, надо сказать, вот эта эмигрантская среда ведет себя достаточно жестко и достаточно агрессивно. То есть поскольку круг этих людей небольшой и все о всех знают, поскольку человек, который по своему поведению несколько отличается от общего шаблона, в том числе и в философии, потому что Ильин, конечно, был очень одаренный философский человек. Вот, собственно говоря, у меня вопрос действительно о философии Ильина. Да, и здесь надо сказать, что он разрабатывал такую науку или дисциплину философскую, как морфология. Основы общей морфологии. Так называл он свой философский проект. И здесь надо сказать, что Ильин вписывается в определенную философскую традицию, идущую от Гёте, от великого естествоиспытателя и философа, через Шеллинга, через Окина и Каруса, через эту немецкую линию. Шпенглер, вот, среди современников, старших современников, Владимира Ильина. Константин Леонтьев в русской философии, фигура, который восхищался, вот, то есть человек, который тоже описывает историю через понятие формы. Вот, а форма, она может быть внутренней и внешней, эндоформа, экзоформа, да, она может подвергаться неким псевдоморфозам, то есть неким искажениям, когда форма выворачивается наизнанку, когда форма болеет. Вот, и вот через этот морфологический подход Ильин планировал описывать и историю, и духовную культуру, и мир ценностей, философия формы и ценностей, так назывался один из ранних его трактатов, написанных еще в Праде в 1925 году. Вот, ну, конечно, морфология как таковая, как целостное учение у Ильина не состоялась. Или состоялась, но мы ее просто не знаем, поскольку вот эти работы оказались слишком сложными и не брались к изданию существующими русскоязычными изданиями. Вот, но вот этот морфологический подход Ильин применяет и в анализе культуры, он написал немало книг и статей на эту тему, религия, революция, гибель культуры, например, и в анализе творчества русских поэтов и писателей я подготовил и издал после смерти Веры Николаевны том «Пожар миров» в издательстве «Прогресс. Традиция», где собраны избранные статьи из журнала «Возрождение» от Пушкина до Пастернака. Для меня знакомство с Ильиным началось с вашей статьи, о которой я вам... Перипатетик русского Парижа. Перипатетик, потому что действительно понятие формы, понятие формы это аристотелевское понятие, где форма эквивалентна идее у Платона. Эйдос, формальная причина вещи, это и есть, скажем так, смысловая причина вещи, что есть эта вещь по своей сущности. Поэтому вот, ну, надо сказать, что Ильин обращался не только к Аристотелю. Любимый философ, наверное, его был Лейбниц, Лейбницовская монодология, вот, «Ноль точка и монада», блестящий очерк, такой философский возрождение. В основном он печатал там литературоведческие статьи, но иногда удавалось пробиться и вот таким философским публикациям. Вот, кроме того, он был композитор и написал две оперы, написал романсы и блестящее чувство в музыку. Обожал Чайковского, вот, и его статьи о русской музыке блестящие. И не только о музыке, у него есть замечательный, небольшой на четыре страницы очерк эстетико-литургический смысл колокольного звона, где он говорит о том номинальном созерцании, которое вызывает в нас звучание колоколов. Об этом же будет писать Алексей Фельдш-Лосев, который будет сравнивать колокольный звон в православии и коррельон или орган в католической культуре. Вот, мелодизм западной культуры и вот этот номинальный смысл колокольного звона в восточной культуре. Вот, ну, сегодня наследие Владимира Ильина возвращается к нам, благодаря тому, что есть архив, вот, проводятся круглые столы, конференции, начинают защищаться диссертации. Вот, и я надеюсь, что, может быть, со временем это будет чем-то вроде нашего русского Шпенглера, потому что вот Ильин философ культуры, но который видит в культуре некие органические связи и смыслы, которые черпают из глубины, из глубины бытия, из глубины антологии, вот, и выражают эти смыслы в разных формах культуры, в слове, в музыке, в поэзии, в литературе. Вот, ну, и, конечно, это, несмотря на всю такую пестроту и разнообразие его жизни, глубоко православный философ. Он написал великолепную книгу о Серафиме Саровском, я считаю, это лучшее, что написано. Он написал книгу о пасхальном богослужении и о всеночном бдении. Он написал шесть дней творения, такой православный шестоднев. И сам был действительно очень религиозным человеком. То есть вот все свои переживания он рассматривал сквозь призму христианства и переживания греха, и переживания глубокой бездны в своей душе, что, в общем-то, унаследовала и его супруга Вера Николаевна Ильина, с которой мне удалось и посчастливилось семь лет моей жизни общаться в Париже, в его квартире на Авеню Турвиль, напротив Мезон Дан Валиде, где была отсылающая библиотека, где был жив еще дух Владимира Николаевича Ильина и где он умер за пишущей машинкой в 1974 году. Субтитры создавал DimaTorzok